Здравствуйте, уважаемые студенты! Мы продолжаем тему класса и объекты. По плану рассмотрим следующий вопрос о создании классов и объектов, статические элементы, доступ к членам класса. Рассмотрим синтез описания класса в Java. Описание класса начинается с ключевого слова «класс». После этого следует имя класса, фигур на скобках тела класса. Тело класса состоит из описания членов класса, полей и методов. По большому счету, поля – это рассмотренные в предыдущих главах переменные. Таким образом, синтез объявления класса имеет следующий вид – класс, имя класса, тело класса. Теле класса перечисляется с указанием типа переменные поля класса. Что касается методов, то это обычные функции, только описанные в рамках класса. Описание метода состоит из сигнатуры и тела метода. Сигнатура метода состоит, в свою очередь, из ключевого слова, которое обозначает тип возвращаемого методом результата имени метода и списка аргументов в круглых скобках после имени метода. Аргументы разделяются запятыми. Для каждого аргумента перед формальным именем аргумента указывается его тип. Тело метода заключается в фигурной скобке и содержит код, определяющий функциональность метода. В качестве значения метода в Java могут возвращать значения в простых или ссылочных типах. Если метод не возвращает результат, в качестве идентификатора типа указывается ключевое слово Word. Синтекс объявления типа метода имеет вид тип, результат, имя метода, аргументы и тело метода. Значение, возвращаемое методом, указывается после инструкции ритория. Другими словами, выполнение инструкции ритория приводит к совершению выполнения метода. И если после этой инструкции указано на некоторое выражение, то значение этого выражения возвращается в качестве результата метода. Само собой разумеется, что тип указанного после инструкции ритория в выражении должен совпадать с типом результата задекларированного в сигнатуре метода. Отметим, что сигнатура метода может содержать и другие ключевые слова, но о них речь будет идти позже. Программы, которые рассматривались до этого, содержали один класс, точнее все эти программы состояли из одного класса. В этом классе описывается всего один метод, главный метод программы Main. Для удобства будем называть класс, содержащий основным методом Main и основным классом программы. В основном классе ранее никаких полей и дополнительных методов не объявлялось, и предположим, придерживаться этой традиции. Сказанное в свою очередь означает, что кроме базового класса придется создать еще один класс и соответственно объект этого класса в методе Main. Таким образом мы плавно подходим к способам создания объектов, рассмотрим наиболее простой вариант без особого мнения в подробности. В некотором смысле создание объекта напоминает создание массива. Объект создается в два этапа, которые обычно объединяют. На первом этапе объявляются объектные перемены или перемены объекта, формально это имя объекта. С технической точки зрения объектные перемены содержат в качестве значения адреса объекта. Второй этап состоит в выделении в памяти места код объекта и присваивание в качестве значения объявленной на предыдущем этапе объектной перемены. Ссылки на созданный объект. Синтекс объявления объектной перемены мало отличается от объявления перемены базового типа с той лишь разницей, что в качестве типа перемены указывается имя класса, для которого создается объект. Создание объекта выполняется с помощью оператора НИО, после которого указывается имя класса с пустыми круглыми скопами. На самом деле в этом месте указывается конструктор с аргументами. Но поскольку конструктор рассматривается в следующих лекциях, пока что примена на веру, что объект создается именно так. Таким образом, синтекс создания объекта имеет имя класса, имя объекта, это объектная перемена, имя объекта, знак равенство НИО, имя класса, выделение. Обычно эти две команды объединяют в одной. Имя класса, имя объекта равно НИО, имя класса. Примеры объявления класса, содержащие два поля и метод. Класс имеет название MyClass и содержит два поля. Поле Х типа Добу и поле Н типа И, а также метод с названием СЕТ. Метод не возвращает результат, поэтому в сигнатуре методов в качестве типа возвращаем результат, указанный в ключевом слове ГОЛ. У метода два аргумента, один тип ТАВЛ и второй тип ИНТ. Первый аргумент присваивается в качестве значения поля Х, второй определяет значение поля М. Обращаем внимание, что описанные классы к созданию объекта не приводят. Другими словами, описывающий класс КОД это всего лишь шаблон, по которому впоследствии можно создавать объекты, а можно и не создавать. В данном случае команда по созданию объекта класса MyClass может выглядеть так. MyClassOpJ, OpJ равный MyClass, MyClass. Или так, MyClassOpJ равный New, MyClass. В последнем случае объединены две команды. Команда объявления объектной переменной и команда создания объекта. Как уже упомянулось, Java программа может состоять из нескольких классов. Классы можно описывать в разных файлах, но каждый класс должен быть описан только в одном классе. Еще одно замечание предназначено для тех, кто программировался. Пусть, в отличие от этого языка, программируемый Java, описание метода и его реализации должны размещаться вместе в теле класса. Поскольку все объекты класса создаются по единому шаблону, очевидно, что они имеют одинаковый набор полей и методов. Если в программе используется несколько объектов одного класса, необходимо как-то различать поле или метод, какого объекта вызывается. Ведь только по названию метода или поля этого не определишь. В Java, как и в прочих объектно-ориентированных языках, применяется так называемый точечный синтекс. Основная его идея состоит в том, что при обрещении к полю или методу объекта сначала указывается имя этого объекта, затем ставится оператор точкой и после этого имя поля или метода. Забегая наперед, заметим, что кроме обычных существуют так называемые статические члены класса. Статический члены класса один для всех объектов класса. Используем статического члена класса объекта отдавать не обязательно. К статическому члену обычно обращаются тоже через точечный синтекс, но вместо имени объекта указывается имя класса. Статические элементы, как уже отмечалось, помимо обычных полей и методов, в классе могут быть статические члены. От не статических членов статические принципиально отличаются тем, что они общие для всех объектов данного класса. Например, если речь идет о не статическом поле, то у каждого объекта класса это поле имеет свое уникальное для объекта значение. Если поле является статическим, то у всех объектов значение этого поля одно и то же. В некотором смысле статические поля напоминают глобальные перемены с касси плюс плюс, это аналогия достаточно натянутая, но статическими методами ситуации несколько осложнений. Поэтому сначала рассмотрим особенности явлений, используемых статических полей. Для объявления статического члена класса, в том числе статического поля, используется идентификатор STATIC. Синтекс описания статического поля следующий. Перед ключевым словом STATIC также может следовать спецификатор доступа к полю. Это будет рассматриваться далее. Инициализация значения статического поля выполняется в специальном статическом блоке. Статический блок также выделяется ключевым словом STATIC, после которого фигуру в скобках следует команда инициализации статических полей класса. Статический блок не является обязательным. Синтекс описания статического блока такой. Стетик – начало статического блока, статический блока – завершение статического блока. Вне класса обращения к статическим элементам может выполнять собычным способом, однако, как правило, к ним обращаются непосредственно через класс. После имени класса через точку указывается имя статического поля. Статические методы класса обычно подключаются в первую очередь тем, что могут обращаться только к статическим полям класса. Причина достаточно очевидна. Метод, который не связан с конкретным экземпляром класса, может, естественно, оперироваться с полями, тоже не связанными с конкретным экземпляром, поскольку действие метода должна затрагивать сразу все объекты, относящиеся к классу. Кроме того, в статических методах недопустимо использование ключевых слов «this» и «super». Причина так же, что и в первом случае. Объявляется статический метод так же, как и статические поля. В частности, с фигнатурой метода указывается ключевое слово «sthetic». «sthetic» – тип результата. Результата, имя метода, список аргументов и тело метода, фигурный слух. Вызыв статического метода, вне класса, в котором написано, осуществляется в формате имя класса, точка, имя метода. В лестнинге 4.2 переведен пример объявлений использования статических полей статического метода. В классе «using static» описано два статических поля «a» и «b» типа «int» и статический метод «match» для статического поля «a» указано значение 3 статического поля «b» и значение неинициализированное. Инициализация этого поля выполняется статическим блоком команды «b» равно «a» умножить на 4, причем предварительно выводится сообщение статических блоков. Статический метод «match» результат не возвращает, ему передается целочисленный аргумент. Действие метода состоит в обследовательном выводе сообщения с значением аргумента метода из статических полей класса. В этом же классе «using static» описан метод «match», в котором всего одна команда вызована методом «match» с аргументом 123. Обращаем внимание, что поскольку статический метод вызывается из того же класса, в котором он написан, для вызова метода достаточно указать его умение. В результате выполнения программы мы получаем следующий статический блок «x» равно 1,2,3, «a» равно 3 и «b» равно 12. Доступ членов класса в рассматривающихся ранних примерах, доступ к полям и методам вне класса, в котором они определены, осуществлялся без особых проблем. На самом деле далеко не всегда к членам класса можно получить доступ вне пределов класса, то есть из кода вне входящего тела класса. В зависимости от доступности всей члены класса можно разделить на три группы – открытые, закрытые, защищенные. Во всех рассматривающихся ранних примерах, все члены класса были открытыми и в силу этого обстоятельства доступны за пределами класса. Таким образом, открытые члены класса – это члены класса, которые доступны не этого класса. Если в каком-то месте программы создается объект класса, то к полям и методам этого объекта можно обращаться в способ, описанном ранее. Если поле или метод является закрытым, ничего из упомянутого след сделать не удастся. К закрытым членам класса доступ осуществляется только в пределах класса. К закрытому полю можно обращаться в методах класса, но нельзя обратиться в поле вне класса. Закрытые методы класса могут вызываться только методами класса, но не могут вызываться из вне класса. Разница между закрытыми и защищенными членами класса проявляется только в предоследовании. Если о наследовании речь не идет, то можно полагать, что защищенный член класса – это аналог закрытого члена. Нельзя сказать, что все сказанные полностью описывают ситуацию с закрытыми и открытыми членами. К этому вопросу мы еще вернемся в изучение исследований после того, как мы познакомимся с пакетом. Покажем ограничен все-таки в несколько упрощенных взглядов на предмет. Для определения уровня доступности используются три идентификатора, паблик, правил, текст, идентификаторы доступа, соответственно, для открытых, закрытых и защищенных членов. Идентификатор доступа указывается для каждого члена класса отдельно. Здесь проявляется отличие из-за коджа, вот из-за ка-си. Си плюс-мой идентификатор доступа указывается для групп членов. Если идентификатор доступа не указан вовсе, соответствующий член считается открытым. Именно этой особенностью мы пользовались в сравнении, когда не указывали для членов класса идентификатора доступа. Обращаем внимание к читателям, потому что там, чтобы начать члены посчитаются закрытыми. Значит, в листинге ТЭЧ-привентки мы используем открытых, закрытых классов. Члены в классе Майкласса объявлены на два закрытых целочесных поля А и Б, поскольку поля закрыты, присваивать им значение вне класса просто на обращение к полям невозможно. Для инициализации полей в классе объявляясь метод CETAB метода два целочисленных аргумента, значение которых присваивается А и Б, полям А и Б. Обращаем внимание, что метод CETAB имеет доступ к всем членам класса, в том числе и к закрытым полям, поскольку метод в том же классе, что и поле. Метод CETAB описан с использованием идентификатора уровня доступа в паблик, хотя методы GetUp и идентификатор доступа не указан, метод также является открытым. В открытом методе выполняется обращение по закрытому методу SHOWUP, который обеспечивает вывод значений закрытых полей А и Б. В главном методе программы класса Private Demo, сначала задается объект OBJ класса MyClass, команда OBJ SETAB 3.5, закрытым полям, в закрытым полям объект OBJ присваивается значение 3.5 соответственно. Команды OBJ SETAB в значении полей выводятся на конструкцию в результате выполнения программы, получаем следующее. Присвоенные значения полям проверка значений поля А равно 3, Б равно 5. Еще раз хочется отметить, что в методе МН нельзя, например, использовать инструкции в виде OBJ.A, OBJ.B или OBJ.SHOWUP, поскольку соответствующие члены класса MyClass являются закрытыми. В программе используем следующий подход. Доступ к закрытым членам осуществляется через открытые методы. На первый взгляд, такой способ реализации класса может показаться нелогичным и неудобным, но это не так. Мы представим ситуацию, когда необходимо ограничить и четко регламентировать операции, допустимые с полями класса. Самый надежный способ для этого сделать поля закрытыми, а для допустимых операций над полями, посмотреть открытые методы. Аналогия такая, как если бы мы имели дело с черным ящиком. Внутренние содержимые ящика закрытые члены класса открыты методы, рычажки, которые позволяют запускать внутренние механизмы, что не предусмотрено конструкцией выполненной бытной нормы. Это позволит сделать ход безопасным, а работу с объектами класса удобной. Данная методика широко используется в практике. Кроме того, нередко закрытыми членами класса делают вспомогательные методы, которые применяются только в пределах программного хода класса на промышуточных этапах вычислений. В этом слайде приведена основная и дополнительная литература, в которой можно также познакомиться с классами и объектами, то есть объектно-ориентированными программами на языке джан. Спасибо за внимание.